Певица Шакира снялась для американского Эль и дала интервью, в котором впервые прокомментировала расставание с футболистом Жераром Пике. Звезды расстались в июне после десяти с лишним лет совместной жизни из-за измен Пике. В интервью Шакира призналась, что в целом переживает трудный момент в жизни – борьбу за опеку над сыновьями, а также обвинения в укрывательстве от уплаты налогов. Этот период в своей жизни она описала как один из самых темных. Шакира также сказала, что писать музыку – все равно, что ходить к психиатру, только дешевле, и сравнила творчество с платом, за который цепляется тонущий человек. Она впервые подробно высказалась о том, как переживает расставание с Пике. Действительно трудно говорить об этом лично, тем более, что я впервые обращаюсь к этой теме в интервью. Я молчала и просто пыталась все обдумывать. Мне трудно об этом говорить. Особенно потому, что я все еще переживаю. Потому что я на виду публики и потому что наше расставание не похоже на обычное расставание. Так что тяжело пришлось не только мне, но и моим детям. Невероятно сложно. Папарацци дежурят перед моим домом круглосуточно, и мне некуда спрятаться от них с детьми, кроме как дома. Мы не можем гулять в парке, как обычная семья, или есть мороженое, или заниматься чем-то еще, без того, чтобы папарацци не преследовали нас. Так что это сложно, сказала певица. Шакира призналась, что ее дети тяжело переживают расставание родителей. А саму Шакиру ранило то, что все произошло в непростой для нее период. Я стараюсь максимально скрыть от них ситуацию. Она очень грустная для двоих детей, которые пытаются пережить разлуку своих родителей. А иногда мне просто кажется, что все это дурной сон, и что в какой-то момент я проснусь. Но нет, это реально. И что еще реально, так это разочарование, которое я испытываю, когда я вижу, что что-то столь священное и особенное, какими я думала были отношения с отцом моих детей, превратилось во что-то вульгаризированное и обесцененное средствами массовой информации. Певица рассказала, что именно дети помогают ей справиться с ситуацией. Говоря о битве за опеку, певица также сказала, что, несмотря ни на что, Пике остается для нее отцом ее детей. И она надеется, что им удастся выяснить, что лучше для их будущего, их собственных жизненных мечтаний и какое решение является справедливым для всех участников. Подробно комментировать новый роман Пике и сообщение прессы об измене футболиста, которая стала внезапным неприятным сюрпризом для певицы, певица не стала. Шакира, которая старше Жерара Пике на 10 лет, также обратила внимание на то, что она пошла на определенные жертвы и уступки, чтобы поддержать возлюбленного в его спортивной карьере. «Один из нас двоих должен был чем-то пожертвовать. Либо он разорвет свой контракт с Барселоной и переедет со мной в США, где складывается моя карьера. Либо мне придется сделать это. Итак, один из двоих должен был приложить это усилие и принести эту жертву. И я сделала это. Я отодвинула свою карьеру на второй план и переехала в Испанию, чтобы поддержать его, чтобы он мог играть в футбол и выигрывать титулы. И это была жертва ради любви», – сказала Шакира. Шакира и Жерар Пике были вместе 11 лет. У них двое сыновей – 9-летний Милан и 7-летний Саша. Официально пара жената не была.